Напомним, что Иоганн Вольгвен Гёте, который был очень разносторонним господином, ему принадлежит флоральная теория морфогенеза цветка, который предположил, что все органы цветка – это суть видоизменённой листья, а сам цветок – это своеобразный видоизменённый побег. Затем мы с вами разобрали схему. Мы помним, что цветение – это целый этап, который развивается на подпрограммы. В самом общем, это индукция цветения, эвакация цветения и флоральный морфогенез. И что сейчас уже достаточно много известно в этом процессе. И то, что, как всегда, у растений по-растительному контролируется каждый этап очень многими факторами, как внутренними, так и внешними. И для цветения очень важны внешние факторы. Мы с вами разобрали, что существуют разные системы индукции цветения и эвакации цветения. И существует фото-периодический путь, когда растения очень чётко отслеживают соотношение день-ночь. И что здесь, естественно, задействованы циркадные часы. Здесь задействованы в качестве настройки часов фитохрома, криптохрома, то есть фоторецепторы. Что существует целая система передачи вот этого сигнала. И здесь основным таким центральным регулятором является трансфактор констант, который регулируется, вот эта вот система, таким белком с непонятной функцией гиганте. А что дальше, вот это всё происходит в листьях. И что дальнейший флоральный стимул передаётся флоригенам, которые открыты Михаил Христофорчим Челлахианом, нашим одним из самых крупнейших физиологов растений. И вот ФТ, это небольшой белок, который, собственно, выполняет функцию флоригена. Он потом транслоцируется уже в меристему. И дальше вегетативный меристема превращается во флоральный меристем. Что помимо вот такого фотопериодического пути, существует, естественно, зависимость от температуры, от питания, от гиберелинов. И, в общем-то, вот у каждого есть система сигналинга. Второй, по важности, а может быть, система, это ингибиторная система. Ей существует такой флаурин локус С. Это ингибитор цветения. И, собственно, вот и температурный путь, и путь вернализации, то есть низкими температурами, они как раз и независимый путь, констант, не констант, а независимый от фотопериодизма, путь автономный, он фактически снимает работу этого флаурин локус С. То есть тут все тоже по растительным. То есть в норме флаурин локус С ингибирует вот этот центральный, мы сейчас с ним поговорим, трансфактор. А если правильная температура или автономный путь, растения понимают, что уже все хорошо, все внутренние факторы работают, они снимают это ингибирование. Ну и, наконец, центральным регулятором, таким интегрирующим информацию разных путей индукции светения, является ген ЛИФИ. Это трансфактор, довольно специфичный. И вы видите, что на него в конце концов сходятся и пути индукции, и цветения, и фотопериодической, и температурной, и питания, и гиберлины тоже. Кстати, обратите внимание, что мы говорили, что здесь тоже такая вилочка, все по растительному, обходные пути. Может он напрямую работать, и через еще некоторые системы дополнительной регуляции. И в конце концов, вот этот трансфактор, можно сказать, еще раз, хотя и тут тоже есть, в растении никогда не бывает, чтобы все было только завязано на один систему регуляции. Всегда есть дублирующие, контролирующие, запасные варианты. Поэтому видите, что flower and locust Ft-фактор, он тоже может работать от константа через Ft, который, собственно, из листа транслоцируется. Но и в миристеме работает сок-1, который напрямую с константом тоже может работать. Ну и в конце концов, когда вот эта система сложная сеть, когда растение оценило все, еще раз только повторю, что не обязательно у каждого растения работают все пути вот этой сигналинга. Для каких-то растений, мы знаем, что если существует цветонезависимый, вернее, не цветонезависимый, а независимый от фотопериодизма виды, тогда вот эта система или практически не работает, либо ее значение очень небольшое. Для, допустим, двулетника очень важна система вернализации. Для некоторых она не так важна. Мы знаем, что для систем, даже Михаил Христофорович Челохиан говорил, что гиберлина, видите, работает независимо, и может быть для каких-то растений именно важен этот гиберлинный путь сигнала. То есть, но в целом, так сказать, вот как правило, не один, а как минимум два-три системы и сигналинга работают, и это позволяет растения очень четко отслеживать, когда нужно переходить к цветению. Ну и, наконец, вот когда индукция, эвакация цветения происходит, наконец начинается флоральный морфогенез, и, собственно, будет запускаться, тут уже будут работать кадастральные гены, гены разметки, то есть где происходит синтез, образование, активация тех генов, которые уже будут ответственны непосредственно за формирование органов цветка, и фактически будут формироваться вот чашелистики, лепестки, тычинки и пестики. Еще что могу сказать, что вот это универсальная система, мы тоже в этом в прошлый раз заканчивали, что вот ортологи гены лифи найдены практически у всех растений, где их искали, а вот это такое очень красивое доказательство работы, что действительно ген лифи – это центральное звено в индукции эвакации цветения, что вот это мутант по лифи, он не цветет, у него практически все меристемы невегетативные, вот здесь это дикий тип, а вот если поставить трансгенное, сделать трансгенное растение, где под очень мощным 35С промоутером поставить вот этот ген лифи, то практически экспресс приводит к тому, что в опекальных меристемах, что все опекальные меристемы превращаются в цветки. Ну и, наконец, мы закончили тем, каким же образом происходит уже формирование собственного цветка. И разобрали теорию АБЦ-системы или теорию войны позиций, когда, собственно, это вот продолжение идей Гёте, что действительно вот координированная работа трех групп генов определяет судьбу вот той позиции, где они экспрессируются. И группа генов А, и группа генов С, они, ну, можно сказать, почему война позиций, они в каком-то, ну, таком, нельзя, конечно, сказать, что в антагонизме, но если мутируют гены группы А, то их место занимает гены группы С, и они экспрессируются на вот этих местах, где не работают гены А. И наоборот, если по каким-то причинам смутировали, не работают гены группы С, то их место занимают гены группы А. А гены группы Б, они либо есть, либо нет. И вот, собственно, этим в свое время чисто таким теоретическим в большой степени основанным на анализе полученных мутантов, вот оказалась довольно эффективная система. Ну, вот, например, мутанты Апетола-2, где не работают гены группы А, вот тут гены группы С, и поэтому понятно, что вот где работают только они, будут пестики, затем Б плюс С тычинки, опять пестики и Б плюс С тычинки. А если не работают гены группы Б, то будет, соответственно, это тоже Апетола-2, но другое, или Пистелата, тоже другой метант. Тут будут либо чашелистики, либо пестики, поскольку, значит, соответственно, ни лепестков, ни тычинок не будет, поскольку гены группы Б здесь не работают. Ну, и, наконец, если не работают гены группы А, это мутант Агамос, безбрачный, поскольку вот здесь нет места группы c генов занимают а и получается такое чередование тычинки лепестки чашелистики лепестки лепестки чашелистики и помимо того что гены группы c они не только так скажем определяют формирование генеративных органов то есть пистиковых тычинок но еще и терминальность то получается что это очень такой красивый такой махровый цветок поскольку там получается такая длинная спиралька вот это фактически каким образом выдел выглядят вот эти мутанты это дикий тип соответственно вот это вот а петола 1 это петола 3 а это вот агамос и сейчас уже мы остановились на том что выяснили где вот эти что же подразумевают и какие группы что из себя уже реально представляют вот эти гены этих групп и оказалось что большинство из них являются трансфакторы как правило ну 80 процентов это трансфакторы содержащие матсбокс мы разобрали что это такой около 200 генов вот относится к этому типу трансфакторов они работают не только у растений но вот у растений у них такое вот произошло таким образом что это пожалуй главные трансфакторы вот с матсбоксом который регулирует развитие формирование цветка хотя не всегда вот а петола 2 очень своеобразный пункт мы поговорим чуть позже который не относится к матсбоксу ну и дальше оказалось на самом деле не дальше а исходно просто две группы исследователей работали одни с раби допсим другие с львиным зевом и вот на удивление оказалось что вот все мутации которые есть у робидопсиса фактически они повторяются и у львиного зева хотя название конечно мутация будет разно но то же самое существует и мутацию который приводит к отсутствию тычинок и пестиков как например агаумос то есть фактически оказалось что довольно дальные все-таки виды растения оказалось что в данном случае вот эта довольно универсальная система формирования цветка сейчас очень много работ которые пытаются сделать эволюцию и выстроить каким же образом это эволюционируем об этом поговорим то есть это получается довольно универсально ну вот здесь просто в качестве иллюстрации видно что все в квадратике вот это как раз вообще такая очень упрощенная схема иерархии гена флорального мутогенеза флорального морфогенеза вот здесь основные игроки далеко не все это те которые регулят на самом деле я говорил что для того чтобы превратить вот вегетативную почку в генеративную работают несколько тысяч генов причем на каждом участке они могут специфичны я уже говорю что наиболее сложно это сделать тычинки там около 1000 генов работ как ни странно пестики гораздо проще около 300 генов работают но это очень грубая оценка вот но вот это это регулятор это трансфакторы которые запускают вот уже работающие гены нужных белков чтобы формировать структуру и вы видите что по крайней мере половина из них это гена имеющие матсбокса вот это все то же самое вот здесь все нам известные вещи да вот соответственно а петала пистилата агаумас и на ранних этапах вот которые связаны с сок-1 которая с уже превращение флоральным или ст.м. генезатин и меристрия во флоральную а петала 1 то есть очень половина таких вот регуляторов это с матсбоксом но не только вот эти трансфакторы работают а мы с вами на одной из ранних лекций говорили что вот сейчас совершенно другой пласт регулировать систем регулирования на уровне и рынка и микро и рынка сейчас занимают очень важную роль и вот здесь просто повтор какой-то степени вот развитие цветка развития листа развития корня вот микро и рынка который участвует в формировании мы помним что это очень мощная система который выключает определенные гены да так вот например микро нка 172 это фактически а петала 2 вот тот самый который не имеет матсбокс а вот это фактически они работают очень подобно как вот выключает фактически вот этот вот трансфактор да и вот здесь еще одна такая ну что ли иллюстрация работы микро и рынка вот микро нка регулирует экспрессы гена петала 2 а тот который не смат с боксом да вот это дикий тип вот это а петала а вот это опять же трансген где микро рынка под мощным 35s промоутером вы видите что в общем то абсолютно не антично да а мутация по а петала второму и трансген с микро и рынка 172 который собственно и регулирует его работу так что это еще одна не как всегда у растений не всегда же помню когда мы говорили про регуляцию дыхания да вот то что даже большие блоки обходят целыми например пентоза фосфатным шунтом так и здесь вот эта система регулирования которая основана на факторах транскрипции существует еще параллельная очень серьезная только сейчас начинающая разрабатывая система основана на работе микро и рынка хотя я не говорю что все таки за шунтирует очень мощные факторы тоже регулируется вот двояким образом ну и наконец вот сейчас уже не только смотрите сначала была генетика потом пришли уже каким-то таким фактором транскрипции а вот это это уже такая биохимия в какой-то степени а сейчас уже становится даже реально ну скажет физиофизиологии то есть уже даже более-менее понятно каким образом это осуществляется и вот просто опять же исторически очень долго обсуждалось что помимо abc а систем вот этих групп генов существует наверное еще некоторые такие модификации во всяком случае говорили о группе генов d поскольку вот пестики они же там семизачатки да а есть еще плодолистики и семизачатки и вот считалось что это все-таки формирование семизачатков это тоже регулируется определенной группой гены и в общем-то пытались выделить группа генов d но корифе основатели системы bc очень не хотели увеличивать количество букв и от этого отказывались но им пришлось в конце концов сдаться когда оказалось что существует еще группа гены е а которые работают везде и там где кроме кроме чашелистиков и фактически вот оказалось но поскольку и было множество оказывается что их они ну довольно там четыре-пять и этого чтобы их при выяснить надо было как минимум там делать тройной четверной мутант это в конце концов сделали и вот оказалось что вот для того чтобы работала система abcd теперь же abcd необходимо чтобы еще обязательно экспрессировались вот это гены группы их называли сепилата как раз от чашелистиков вот и вот это уже такая система а вот как она проявляется да вот и мутанта это все будет только чашелистики да то есть если у вас нет я не вот правда я уже сказал надо было получить множественный мутант то тогда ничего это не работает то есть если ей нет то все чашелистики а собственно отсюда и название так вот тогда была выдвинута очень красивая гипотеза которая сейчас очень неплохо подтверждается уже о том как это работает и вот я уже сказал что очень много систем вот трансфактора это как раз и система с мацбоксом его а мацбокса помните там их специально тут участочек который взаимодействует с днк именно димерами и вот была гипотеза выдвинутая вот в начале двадцатого века сейчас она хорошо подтверждается то что уже непосредственно продукты этих генов функционируют в виде своеобразных таких гетро тетрамерных белков и продукты этого гена вот например а плюс вот и и считается что зачем нужно и вот вроде как это та самая система то есть получается так раз у нас мацбоксы то получается два и два один будет димер и другой и второй димер вот собственно вот это поэтому тетрамер то есть это два димера а вот е нужен для того чтобы их объединить и вот получается что вот например а е нужно для образования чешелистиков ну понятно да а b е лепестки а b c е тычинки c е плодолистики в d e 7 почки 7 зачатки и вот фактически каждая из этих паров мацбокса связывается с нужным количеством днк с нужным участком днк мы помним что для этого нужно вот именно такая участок днк который связывается и поэтому квартет 1 2 плюс 2 он связывается с именно с двумя участками днк причем разными и собственно вот этот квартет и включает экспрессию нужных уже таскать генов которые определяют нужно таскать вот тычинки перри лепестки либо другое и вот что любопытно чтобы так подобная система обнаружена практически во всех растениях так ну и вот на данный момент уже идентифицировала вот как раз вот что же там происходит вот чашелистики а и этапе то ладин сипала сипилата сипилата россия затем лепестки а петло 1 петло 3 пистилата сипилата ну в общем короче вот это уже более-менее работающая схема где уже не просто ведь как красиво идет от гена к определенным трансфактором уже к реальной уже можно посмотреть вот эти вот квартеты которые непосредственно связаны уже с конкретными участками днк и запускают вот эти сотни генов которые должны так что видеть вот эта вся сложная схема помните который не будешь возвращаться там начиная от индукции цветения начиная от фитохромов кончай флоригенов фт-фактором сок один который регулятор меристема так сказать вот самое главное лифи один в конце концов приводит к тому что формируются вот эти такие вот квартеты которые связываются с нужными днк в нужном месте да и фактически которые и формируют соответственно вот такой флоральный уже морфогенез формируют цветки ну и наконец в конце я уже говорил что вот поскольку сейчас уже вот эта система обоцена найдено практически везде где искали а bcd и уже теперь это очень интересно было посмотреть каким же образом все это эволюционирует и понятно что главное конечно это семизачатки то есть но главное то тычинки лепестки грубо говоря да то есть это cd гена и вот одно время cd гена они не были от не разделялись а были так сказать едиными трансфакторами это вот еще вот уголосеменных затем вот а потом уже покрыто семенных фактически уже важно лепестки и чашелистики появлялись уже гены группы а b вот они могут быть по-разному вот этот классический цветок когда у вас вот здесь когда ген b приходит не вот на уровень и должны быть чашелистики то получается такие без чашелистика вы а сплошные такой венчики из лепестков вот значит фактически вот сейчас уже более-менее достаточно много подтверждений эволюция это всегда хорошие подтверждения каким образом все это формировалось существует уже разные вот схемы вот видите тут b на уровне c работает это вот у таких самых простых ангиоспер вот так что вот здесь короче уже есть и эволюционные система которая объясняют или по крайней мере ну раска ну не объясняет но по крайней мере подполагают каким образом вот все это сформировался цвету цветок и каким образом вот он регулируется а вот то что я хотел рассказать о перехода генеративной генеративной части но вот пожалуй в конце развития финале нашего то что как обычно обходят физиологи растений а не то что обходят как-то вот она не очень модная вещь хотя оказывается это очень важно помимо того чтобы то что мы конечно формируем цветок как-то само собой уже было мы говорили что это нормальный обоеполый цветок здесь тычинки пестики но вы знаете что достаточно много и однодольных дольных однодомных растений двудомных растений когда есть мужские и женские цветки и вот каким образом это формируется я просто решил об этом немножко рассказать поскольку здесь опять же все очень по растительному то есть оказывается что даже такой важный вопрос как определение пола да у растений очень зависит от внешних внутренних факторов то что для животных практически нереально там смена пола да то для растения это в общем-то это жизненно и часто бывает необходимо вот и процесс детерминированный полу растений очень такой опять же сложной разные для разных видов растений и опять же очень мощно зависит от внешних и внутренних факторов существовать значит фактически что такое определение пола это формирование признаков пола у клеток конечно интересно хотя есть тоже какие-то моменты а вот главный особей под воздействием генетических факторов это генетическое определение пола и условий существования фенотипическое определение пола вы из ботаники хорошо знаете что все цветки дело делят на обои полы или гермафродитные и однополые то есть тычиночные и пистичные у однодомных растений цветки на одних и тех же организмах у двудомных значит вот хмель тополь конопля они на разных особях но вот на самом деле гермафродит нам относится более 70 процентов и да собственно поэтому и очень не часто говорят об определении пола растений хотя это примерчик вот растительного существования стратегия существовать растения очень серьезно так вот оказывается что определение полу растения может определяться на уровне хромосом на уровне генов и но и самое интересное пожалуй на внешними и внутренними факторами сигналами развития фитогормона разные элементы питания и так дальше но хромосомные они очень мало отличается от животных то есть существует аллосом или секс хромосомы которые могут отличаться по морфологии по количеству мужских и женских особей и содержит гены ответственность за принять пол это стандарт но на самом деле у растения не были растения если все бы шло по стандартам ну во первых большинство растений у которых определяется пол именно хромосомами существует гомоморфные системы то есть когда x и игр хромосомы очень практически невозможно отличить морфологически это вот у шпинату аспарагуса причем можно быть так сказать как xx так и xy у разных растений могут определить именно женскую особь она гораздо чаще гетероморфные когда собственно они разные x и y хромосомы но видите что тоже достаточно большая вариация да то есть существует стандартный вариант xx и xy то тут уж точно значит это мужская женская но могут быть несколько количеств y может быть несколько количеств x и собственно для разных видов определяется количеством вот именно x и игре хомосом их соотношение ну вот классический пример значит эта смолевка вот видите как будут выглядеть женские и мужские цветки в зависимости от того это x или x или x и но на самом деле у гетероморфных все гораздо как это более тонко настраиваем до во первых они могут отличаться по размеру они могут отличаться по форме x и игре хромосомы но самое еще раз то что их может быть разное количество и вот дальше у растения не просто опять же можно разделить на две группы в какой-то степени что вот от чего зависит раз их достаточно много да может быть вот 4x или допустим 2x и 2y от чего зависит собственно определение пола оказывается что не только опять же разных видов по-разному соотношение x и y хромосомы но очень часто соотношение x хромосом с аутосомами то есть доля отношения x к количество аутосом чем больше будет иксов тем более вероятно получить соответственно вот более получить вероятность именно женский такой фенотип а это хромосом на этом на самом деле гораздо все больше сложнее я буду только очень так реперно все таки это больше наверно вам хотеть хорошо бы рассказали генетики а затем генетическое определение пола значит в ряде случаев определение пола находится только под влиянием не хромосом а конкретных генов причем это характерно как для однодомных для до удобных растений и детерминация может определяться вообще одним геном а может быть полигенным признакам да ну вот моногенное определение пола у бешеного огурца значит вот три аллели да и соответственно вот если будет одна аллель будет женский другая аллель мужской а если еще один то будет соответственно будет вот при преобладание и в зависит от внешних так что вы видите вот такой вот вариант будет зависим от того это будет либо отдельный либо в удобный либо однодомный либо двудомный особи затем полигенное определение пола вот видите тоже в зависимости от того ген доминанты либо рецессивные будут либо соответственно мужская либо женская либо будет только однодомные растения даже будет либо двудомные будет либо там один одного вида цветка либо два аналогично это будет для дыни но вот это говорит о том что вариант определения пола у растений гораздо вот именно такой генетический гораздо более пластичный гораздо более адаптивный мы потом посмотрим еще когда мы говорить о взаимодействии с окружающей средой казалось бы что это такая ну чисто физиологическая фундаментальная вещь на самом деле не совсем так вот оказывается для папайи это очень серьезное практическое значение потому что вот это тоже моногенная можно сказать хотя там сложнее чуть-чуть вариант формирования растений так то есть соответственно мужской женский либо гермафродит и вот оказывается что для папайи самый лучший они все отличаются по виду что самое интересное по вкусовым качествам считается самый вкусный это гермафродит вот и в принципе вот очень сложно определить на это серьезно большая такая ну вот оказывается что я сам об этом недавно узнал что вот развитие такого товарного папаеводства если так сказать очень сильно зависит вот чтобы на ранних этапах определить а что же у нас за получается растения мужской женской или гермафродит на и вот сейчас оказывается это очень мощное и практическое направление большие деньги вот стоит то есть определение детерминации пола у папайи на ранних этапах вот так вид выглядят цветки значит соответственно гермафродитные женские мужские и вот такой получается такой вот фрук гермафродит на который самый вкусный самый хороший так вот оказывается что просто rapt маркером эта мета случайного наверно хорошо известна системы можно вполне уже на самых ранних стадиях определить что это за растение все не нужно удалить вот у кукурузы довольно непростое определение тоже системы тоже соответственно генетическое тут есть два такие гена ба и тс и вот баба мне очень нравится то есть это такое вот значит вот такой именно будет не функционально совершенно растение и это тоже надо приятно разно ну вот я вам рассказывал когда в прошлый раз про культуру клеток растений да то мы помним говорили не прошлый раз мысля в конце первого семестра о том что из культуры клеток она очень гетерогенна и в общем то получение во первых это хорошо используют для клеточной селекции можно получать самые разные регенеранты они будут отличаться друг от друга ну и вот вот это регенеранты из одной культуры клеток кукуруза видите вот про кустистая кукуруза это вообще-то сказать очень своеобразная вещь также как и вот видите такая кукуруза с очень большим удлиненными пусть такое такое вот как то есть это все самоклональный вариант из одной той же культуры клеток а вот это собственно зачем вам показывает такой своеобразный кукурузный транссексуал который получился просто из вот как один из таких вот регенерантов из культуры клеток где вместо тычиночных а то есть вместо метелочки видите растут замечательные початки так что вот это тоже как вариант пластичности определения пола у растений ну и наконец вот это все хорошо вот это хромосомное определение генное определение но оказывается колоссальную роль и вот это пожалуй совершенно по-растительному оказывает факторы внешней среды то есть в большинстве случаев то есть вот фенотип можно даже если он генотипически определяется точно как допустим мужской либо женский оказывается растение может менять и факт на это оказывает очень большое влияние самые разные факторы внешней среды вот это старенький но вот к сожалению это не так хорошо сейчас изученного тут физиологи растения явно отстают а вот здесь просто это старенькая наверно более чем двадцатилетней давности картинка где показывает какие факторы влияют на изменения в мужскую сторону у меня такая физиолог в растении хорошее такое значит слово сексуализация у меня была докторская диссертация который сейчас бы наверняка не прошла процесс сексуализации конопли вот так вот здесь вы видите что короткий день смещает в сторону женских особей длинный день а в сторону мужских красный свет то есть работа с фитохромами идет в сторону мужской сексуализации синий свет то есть криптохрома в женской низкие температуры в женскую высокий мужскую то же самое то же самое преобладание калия тут преобладание натрия ну и конечно очень существенно это гормональная регуляция там довольно сложное взаимодействие этилен работает но вот таких в общих вещах можно сказать что пестичные цветки то есть женские это цитокенины а гиберлин тычиночные помните он говорил что вот проблема пуха у тополей да это серьезная проблема и всегда вот говорили зачем же вы сажаете только женские деревья да ничего подобного просто когда идет мощная обрезка когда смесь не снижается количество листьев а листья это именно источник гиберлинов то это переводит как по появлению женских женского фенотипа так что вот собственно на этом мы роста развития с вами практически закончили хотя может мы к этому возвращаться сейчас делаем перерыв и начнем уже о говорить о других над организменных системах ну вот мы с вами фактически ну так достаточно конечно в общих чертах разобрали физиологию отдельных органов клеток тканей самого растения то есть фактически вот мы так собственно и шли вот в помните от фотосин отдыхание фотосинтеза к росту и развитию но вот теперь а естественно физиологии есть такое понятие как экологическая физиология то есть каким же образом теперь вот растения адаптируются или существует в определенных условиях внешней среды ну вот это можно так может не совсем правильно сформулировать как устойчивость растения к внешним факторам среды конечно это чуть более широко но устойчивость безусловно это одна из самых важных аспектов существования растений в реальной экологической ситуации значит ну во первых немножечко о терминах и терминологии значит во-первых вот сейчас четко различают адаптацию эклемацию но оба и тот и тот и другое понятие то и другое понятие определяя фактически формирует процесс то есть адаптация к ли матчу это процесс приспособления организма к измении условий среды то есть это процесс причем чем отличается адаптация климация адаптация это эволюционно да то есть это длительно фактически по по времени то есть фактически адаптация это те которые приобрели те или иные организмов в течение своего длительного тискать эволюционного развития а вот акклимация это быстро это тогда когда вдруг появляется какой-то внезапный неприятный фактор стрессор и вот как правило это то что делают не приспособленные то есть не прошедшие длительной эволюции к именно к этому стрессовому фактору а вот он внезапно и появился они не приспособлены что же они должны бедные делать значит это адаптация клематься теперь устойчивость а вот это уже способность то есть если адаптация клематься это процесс то устойчивость это способность организму вживать и давать потомство в изменившихся условиях то есть фактически это результат адаптация клематься и соответственно я уже вот говорил что вот адаптация клематься и сейчас в общем-то раньше это как-то смешивали и очень часто клематься называли адаптацией. Я тоже, в общем, на слуху. Но если строго говорить, то это несколько разное время. И, как я уже говорил, очень важно, сколько организм имеет времени для вот этих процессов. Вот видите, тут тоже написано для адаптации. Надо бы сказать, для адаптации акклимации. То есть, существуют адаптации генетические, эволюционные, это истинные адаптации. То есть, те, которые, в общем-то, я как уже сказал, в процессе эволюции. Есть антогенетические, это уже правильнее, акклимация. Хотя в процессе антогенеза, наверное, можно еще назвать и адаптацией. То есть, течение антогенеза организма. И, наконец, срочная. Вот тут уже, скорее всего, это акклимация. Я специально все это выставил в скобочках, поскольку, ну, для того, чтобы было понятно, что это такое строгое разделение относительно недавно. Ну, то есть, это по времени. Итак, это эволюционные, антогенетические и срочные. И, наконец, уровни. То есть, они и то, и другое могут проходить на самых разных уровнях организации. То есть, ну, во-первых, может быть на уровне целого организма. И вот мы с вами уже знали и разбирали довольно подробно. Например, перевлечение С3 и КАМ метаболизм. То есть, если у нас все хорошо с засухой и с солью, то будет С3, ну, той же хрустальной травки. Если вдруг будет процесс засоления, то весь, так сказать, организм переключается на другой тип метаболизма. Тканевой или органный, на уровне ткани и органа. Мы много работаем с женщиной, и вы знаете, что среди старателей, которые ищут, ходили легенды о том, что женщин прячется от того, кто его ищет. Считалось, что это легенд. На самом деле, так оно и есть. Но, правда, не специально прячется. А у женщин нет такой жесткой, у корня, нет механической ткани такой серьезной, собственно, что делать его довольно уязвимым к самым патогенам. Зато есть такие контрактивные элементики, которые позволяют это сжиматься, эту корешочку. И женщин не каждый год выбрасывает стрелку на земную часть. И вот если он какой-то год не выбрасывает эту стрелку для того, чтобы уйти от почвенных, так сказать, неприятностей, он действительно сжимается и уходит на несколько сантиметров под землю. Так что вот это такое определенная адаптация действительно прячется. Ну, а на клетчатом уровне мы будем разбирать, это может быть синтез самых разных осмолитов, например, если для уровня, для солевого стресса. Синтез каких-то белков, например, белков титрового шока, образование шоперонов. То есть это на уровне клетки формирование очень многих самых разных веществ. Так что вот это возможно на разных уровнях. Значит, ну вот разный адаптивный ответ конститутивно устойчивых растений, то есть те, которые действительно адаптированы эволюционно. И, соответственно, у неустойчивых растений это будет стресс-реакция и специализированная адаптация, это старый слайд, вернее, акклимация. Так что вот понимаете, что это вот по адаптации здесь понимается акклимация. Ну вот мы практически ничего не будем говорить про конститутивную устойчивость растений, поскольку в данном случае это, ну это интересно, конечно, но, в общем-то, это довольно понятно. Ну вот все суккуленты, это вот те самые, которые имеют эволюционную адаптацию к недостатку влаги. То есть это кактусы, которые имеют мощную водосохраняющую систему, огромные кутикулы, такие мощные кутикулы. Ну вот это та же самая хрустальная травка, которая эволюционно приспособилась к высоким солевым фону в почве либо к засухе такой, которая, в общем-то, выводит соль на поверхность своих листочков. Собственно, поэтому называется такой хрустальной травкой. Действительно очень красиво, поскольку вот все эти соли смотрятся как хрустальная листочка. Ну, просто можно об этом поговорить, если будет интересно, но, в принципе, тут более-менее понятно. А вот срочная акклимация стресс-реакции, вот это уже, конечно, предмет физиологии растений. И, в общем-то, вот эти срочные акклимации, они, в общем-то, имеют стандартную схему. Вот эти акклимации, они разделяются, вот ответ растения на такой внезапный стресс, на две фазы. То есть стресс-реакция и специализированная адаптация. Ну, тут все-таки называть адаптация, хотя, правильно, опять же, акклимация. Значит, и вот что, какая функция вот каждого из этой стадии и, собственно, что там происходит. Стресс-реакция – это первый ответ организма растения на стресс. Она достаточно быстрая, это минуты, часы, ну, в крайнем случае, там, несколько суток, хотя это уже редко. И самое главное назначение вот этой стресс-реакции – обеспечить выживание при стрессе. А специализированная адаптация к климации – это уже длительная, это практически все, что после вот этой стресс-реакции. И назначение уже, вот основное, это нормальное функционирование в замедлившихся условиях. И стресс-реакция, она унифицирована. То есть, фактически, независимо от того, какой будет стресс, реакция организма растения будет более-менее одинакова. И понятно, почему. Потому что в данном случае у нас есть изменившиеся некомфортные условия. И, конечно, фактически еще неизвестно, не прошла система идентификации стресса. То есть, понятно, что просто прошел какой-то сигнал. И поэтому очень логично, полезно, я, конечно, хорошо сейчас встал на место растения, в общем-то, иметь унифицированные реакции выживания при неблагоприятных условиях. И назначение вот этой стресс-реакции дать фору, временную фору организму, чтобы определить, что за стресс, разобраться, каким образом на него реагировать и сформировать уже адекватный ответ, уже специализированный ответ, поэтому называется специализированная адаптация, существование вот в этих условиях. Поэтому стресс-реакция, еще раз повторяю, она унифицированная, и механизмы этой стресс-реакции тоже, ну, она, как, довольно сложная вещь, но вот некоторые механизмы, такие большие блоки, они достаточно очевидны, с другой стороны, еще раз говорю, унифицированы. Первое. Ну, что бы вы сделали, если бы вы попали в стрессовую ситуацию? Во-первых, перестали делать то, что необязательно. Собственно, то есть, отключение процессов, которые не имеют жизненно важные функции, вот в, когда, в общем-то, стоит вопрос о жизни и смерти. Чаще всего, например, это отключение, ну, таких энергоемких, таких, идущих в запас каких-то таких процессов. Ну, например, нитрат редуктаза, это первое, что отключается, причем на всех уровнях, мы сейчас посмотрим, и мы знаем, что, например, да, усвоение азота, это очень дорогой процесс, требует колоссального количества энергии, поэтому отключение, вот, его нитрат редуктаза, как первая, значит, система восстановления нитрата, это вполне разумно. Затем, естественно, надо включить энергетические, мобилизовать энергетические ресурсы. Энергетика, это проблема, это основа решения всех проблем. И вот здесь очень важно, мы об этом тоже с вами говорили, чтобы энергетика была быстрая, чтобы нам энергию получать быстро. И когда мы говорили про альтернативную оксидазу, мы к этому уже немножечко об этом говорили. То, что, когда вы включаете цианитрезистентное дыхание, помните, вспоминаем дыхание, когда вы включаете альтернативную оксидазу, то очень долго считалось, что вот вспышка дыхания после стресса, любого стресса, это, ну, в общем, такая, ну, плохая вещь, плохая в кавычках, что это, в общем-то, влияние стресса, и растение неэффективно дышит. На самом деле, наверное, все не совсем так. То, что вот это нормальная стресс-реакция, когда у вас включается альтернативная оксидаза, и мы с вами говорили, что это не, она связана с запасанием энергии. Другое дело, что, когда работает альтернативная оксидаза, выключается работа B6F-комплекса и работа цитохромоксидаза. Вот цитохром, кстати, вот эти два блока, цитохромоксидаза и B6F-комплекса, они, во-первых, медленные, а во-вторых, они, так сказать, в общем-то, ну, очень такое, легко повреждаемое, так скажем. И вот в данном случае, когда включается альтернативная оксидаза, мы теряем 60% энергии. Помните, то, что вот от убихинона до кислорода. Но работает надаж до гидрогеназа. Поэтому мы, вот включая альтернативную оксидазу, растение сокращает путь до окисления, до, значит, окисления надаж, и это быстрота, но это происходит, она получает устойчивость, поскольку они работают для довольно неустойчивых блока, но при этом теряет 60% энергии. Ну и ничего. То есть в данном случае вот эти 30% энергии, но быстро, очень часто является выходом для выживания растений. Поэтому вот быстрая энергетика и устойчивая энергетика, вот это нормальная, так сказать, составляющая стресс-реакция. Ну и, наконец, синтез веществ, которые могут защитить самые такие тонкие и уязвимые части метаболизма клетки. Вот. Причем это протекторное соединение как высокомолекулярное. Это белки теплового шока. Ну, на самом деле, под БТШ они так называются, белотеплового шока, потому что их просто первые обнаружили при тепловом шоке, хорошо было изучать. На самом деле, они синтезируются при любом виде стресса. Ну, большинство из них, по крайней мере. Просто так называются. Они при солевом стрессе, при астматическом. Но другие стрессовые белки, астматин подобные, низкотемпературные леобелки. То есть синтез высокомолекулярных защитных соединений. Ну, и плюс, естественно, низкомолекулярных. То есть это будут полиамины, пролины, бетаины. Мы о них немножко поговорим. То есть вот, ну, далеко не все, но три, так сказать, основных блока стресс-реакции. Еще раз. Отключаем все ненужные процессы, делаем надежную, быструю энергетику, пускай неэффективную, но быструю. И, наконец, образуем довольно достаточное количество защитных соединений, чтобы защитить наиболее уязвимые, так сказать, точки клеточного метаболизма. Ну, вот иллюстрация. Выключение ненужных, или вернее не ненужных, а таких необязательных при стрессе процессов. Вот нитрат редуктаза. Выключается на всех уровнях. Мы, кстати, опять же, если вспомните, когда мы говорили про фиксацию азота, да, помните, там очень хитрая система регулирования нитрата редуктаза. Помните, там должно быть профосфорилировано. Это еще ни о чем не говорит, если фосфаты садятся. Но туда должен сесть 14-3-3 белочек. Это тоже хорошо, но не обязательно выключается. Но вот если он долго будет сидеть, вот тогда уже белок разваливается. То есть такая многоуровневая система. Но это, если вот у нас будет из активной формы, переходить в неактивную, вот за счет фосфорилирования, 14-3 белка, наперед, потом развалится. Но отключается транскрипция, отключается трансляция, МРНК быстро деградирует. И таким образом на всех практически уровнях формирования активного белка происходит его выключение. Еще раз, приключается транскрипция, МРНК разваливается за счет, как раз сейчас, по-моему, показано, что это за счет работы микро-РНК. Ну и активная форма сначала временно переходит в неактивную, вот за счет фосфорилирования, 14-3 белка, но если этот стресс будет долгий, то это тоже сигнал для развала нитрата результации. Но это, как иллюстрация, на самом деле, довольно приличное количество белков будет вот таким образом разваливаться. Теперь, про альтернативную оксидазу я уже практически рассказал, а теперь, биологически, что же делает вот этот БТШ? Ну вот, белки теплового шока, еще раз говорю, что это просто не так называются, на самом деле, они при многих стрессах образуются. Это высокомолекулярная, белки теплового шока и низкомолекулярная. Значит, они так делятся достаточно условно в большие группы в зависимости от молекулярной массы. Вот, БТШ-90, это значит, БТШ-90, белки, которые в районе 90 кг. дольтон. Что они делают? Это их главная функция, это протекция рецепторов. Понятно, что при стрессе очень важно выяснить, что засигнален, каким образом происходит, причем будет работать еще и целая система защиты организма потом. Поэтому рецепторы необходимо защитить. И вот поэтому БТШ-90, они являются протекторами рецепторов, не дают им развалиться или деградировать. Причем, ну, чаще всего, конечно, это гормоны, гормональная система. БТШ-70, это распад неправильно собранных белков, и мы очень уже много говорили, системы эпизенирования, но это только одни, еще раз говорю, это не один белок еще, это группа белков. И вторая главная функция, это транспорт микромолекул через мембраны, потому что транспортный процесс, это тоже одна из основ работы нормальной функционированной клетки, и поэтому, значит, защита транспортных систем. А БТШ-60, правильно сборка макромолекул, например, ну, тут вот как раз при высоких температурах очень часто нарушаются, мы об этом тоже говорили, особенно, когда идет фолдинг такой в ЭПРе, помните, там может быть неправильно СС-связи образовываться, так вот, правильно собрать белки, ну, не только белки, остальные тоже макромолекул, это важная функция, так что вот это макро, высокомолекулярное БТШ. Низкомолекулярное БТШ-20, большая группа, ну, вот, тут такое общее, что ли, название немножечко такого расположено, что они обеспечивают работу макромолекул при стрессе. Разным способом, вот некоторые входят, например, в гранул теплового шока, когда БТШ-17 плюс БТШ-70, да, они образуют такие гранулы теплового шока, которые имеют фосфор. Ну, и, и, очень важная функция, при повышении температуры, но не только, очень активируется РНКаза. И вот защита РНК от деградации, это важный момент, и мы даже с вами говорили, что, например, у нормальных РНК, цитозольных и у пластидных, у них совершенно разные механизмы защиты. Вот, во всяком случае, вот эти БТШ-20, одна из их функций, это защита РНК от действия РНКаза. Ну, вот отдельная группа нескольмераных БТШ, это убиквитины, да, это мы с вами уже очень хорошо знаем, они, кстати, вот тут хороший пример. Вот, не надо думать, что БТШ, вообще, вот такие стресс-белки, они синтезируются только в ответ на стресс, это не так. То есть, они, их синтез резко увеличивается, то есть, в норме, очень многие из них, не все, но многие, они существуют и в норме, но просто их количество существенно меньше, да, и вот мы знаем, что БТШ-убиквитин, это нормальный, абсолютно компонент, нормальный функционирующий клетки, и сейчас мы уже знаем, мы умны, что практически все фитогормоны работают через убиквитинирование, то есть, это не только стрессовые белки, это нормальная работа нормальной клетки, но при стрессе их количество увеличивается на порядок. чем, ну, какие что-либо характерные черты вот этих белков, стрессовых белков, не будем уже особо говорить БТШ, просто БТШ, это как такой, ну, что ли, наиболее хорошо изученная группа, ну, во-первых, ясно, что они должны синтезироваться быстро, поэтому их одна из основных таких визитных карт, что, как правило, не содержат энтроны, то есть, некогда их, так сказать, доводить до ума, то сказать, энтроны, это часто, мы с вами уже знаем, молекулярные белки еще больше будут говорить, то, что это такая тонкая настройка, регуляция, здесь надо быстро, поэтому, как правило, не содержат энтроны, это раз. Синтезируются они очень быстро, буквально через несколько минут, десятков минут, уже всплеск этих, ну, мы знаем, что стресс-реакция, это очень быстрая вещь, но, естественно, что надо их не только включить, но и выключить, и поэтому вот у клеток, опять же, не для всех, но для таких многих, существует очень такая красивая система индукции экспрессии генов БТШ, ну, стрессовых белков, вот, частности, например, вот гены, хит-шок белков 70-70, значит, что здесь происходит? Вот, если у вас есть ген вот этого БТШ, то он экспрессируется, естественно, только если будет определенный фактор, трансфактор, который на него сядет, и, соответственно, запустит работу, так вот, как правило, вот такой трансфактор, это тример, это называется хит-шок фактор, он работает только в виде тримера, и вот, собственно, когда тут появляется вот температура, то, собственно, вот этот фактор садится на хит-шок элемент, вот, промоторе, и начинается довольно активно он считываться. Что происходит? при этом должна сработать протеин киназа, который после того, как работает, который фосфорилирует, значит, вот этот хит-шок фактор, так, и, значит, вот здесь он начинает активно работать, наработают вот хит-шок белки, все, они потом начинают там выполнять свои функции, но что происходит дальше? А дальше происходит следующее, что эти самые хит-шок белки, вот при этом самофосфорилирование, они садятся и выключают свой, они, вот их посадка сюда, вызывает отделение этого трансфактора от гена, и он перестает работать. То есть, фактически их синтез вызывает торможение собственного, собственного транскрипта, все совершенно нормально. Что происходит дальше? Вот, кстати, хит-шок элемент, он хорошо известен в данном случае для ХСПА-70, вот, вот в этом виде они нестабильны, они разваливаются так, и вот в таком виде они ждут, они в мономере, когда опять появится температура. Как только появляется или другой стимул, все повторяется. Так что здесь нормальная, стандартная система с обратной связью, когда очень быстро запуск синтеза белков, потом они же сами себя выключают, но вот этот хит-шок фактор, он ждет. Как только опять стрессовое состояние, опять это все повторяется. Так что здесь простенько и красиво. Значит, я уже говорил, что стрессовые белки – это не только хит-шок белки. На самом деле их довольно много, не только белки теплового шока. Существуют белки низких температур, существуют белки, которые образуются при водном дефиците. Ну и вот тоже достаточно много информации о этих белках. Опять же, это, наверное, больше молекулярная биология, но нам тоже это интересно. Значит, дегидрина. Синоним для них – ЛИА. Это просто дело в том, что опять же, вот такой фактор, что это не только при стрессе. Это белки, которые ассоциируются с поздним эмбриогенезом. Они синтезируются при водном дефиците, но не только при других стрессах тоже они вполне работают. Что интересно, регулируется жасмонатом и АБК. Помним, что жасмонат – это, мы с вами очень много об этом говорили, так же, как и АБК. Одна из функций вот этих гормонов – это защита от стрессов. Причем жасмонаты довольно часто от разных видов стрессов и в частности от биогена. А вот АБК, помните, их синоним, это моя работа – это закрывание устиц. Поэтому АБК тут просто, ну, в общем-то, по профилю. Значит, они достаточно большой диапазон молекулярных масс от вообще 9 кг дольтон, ну, там, ну, 72 кг, до 200 кг дольтон, то есть равенца довольно большая. Для некоторых есть консервативные домены, которые имеют лизины и серин, которые, в общем-то, иногда для демилизации нужны, но регулируются фосфорилируем, что нормально. Вот. И локализация цитоплазмы, ядро. Что они делают? Опять же, одна из функций, но не главная, хотя одна не главная, довольно такая распространенная, это стабилизация макромолекул. Понятно, что вот макромолекулы, в частности, там, ДНК, сохранить генетическую информацию одно из важных. Так что вот это дегидрины. Может быть, попозже подробнее о них поговорим, но, в принципе, тут более-менее. Белки низких температур, их довольно много. Например, вот это антифризинг протеин, это, на самом деле, в который работает даже при замораживании. Но это специфичное, как правило, все-таки для низких температур, особенно для отрицательных низких температур. Для солевого стресса, осмотин, осмотин подобные белки. То есть, мы знаем, что одно из наиболее важных, мы еще поподробнее поговорим, важных компонентов и таких повреждающих факторов при соли, это то, что низкий водный потенциал, и вода выходит из клеток, и вот солевая засуха гораздо более неприятна, чем даже водная засуха. Не водная засуха, засуха присвязана с недостатком влаги. Так вот, обычно что делается, приходится делать при того, когда вода уходит из клетки, повышать концентрацию каких-то соединений осматических. Часто это можно делать, как ионы, но ионы очень неприятная вещь, поскольку там заряд. И вот оказывается, что очень неплохо, когда клетка синтезирует очень маленькие белочки, которые нейтральные, в отличие от ионов, и фактически их основная функция это снижение водного потенциала. Так что вот это тоже. Но вот тут такая двойственная вещь, потому что, да, конечно, это вот все вроде как защитные белки, но уже у них есть некоторая специфика. Да, вот осматин уже будет все-таки относиться к стрессу, к специализации, не только к стрессу реакции, но и к специализированной адаптации. Хотя, в общем-то, понятно, что это такой в какой-то степени перетекающий процесс, и они начинают синтезироваться уже здесь. А теперь низкомолекулярные защитные вещества это достаточно приличное количество, это вот достаточно мультифункциональные вещи, соединения. Ну вот, к ним относятся, во-первых, так называемые бетаины. Вот, когда я говорил, что когда вы имеете, допустим, аминокислоты, какие-то другие соединения, которые имеют плюсы и минусы, это не очень здорово, то вот здесь бетаины, это для протектных реакций, естественно, это метилированные аминокислоты, когда у всех, все водороды у азотной группы, у азота, вернее, они метилированы. И это дает его довольно нейтральным, да, и вот оказывается, что вот эти вот соединения, они достаточно такие мультифункциональные, они могут выступать и как астматические соединения, они выступают вот за счет этого плюсика, это очень полезно для сохранения нуклеиновых кислот, потому что у них там много минусов, а вот когда бетаины окружают, то это очень сильно стабилизирует. Вот очень такая много сейчас работа и довольно так широко обсуждающая роль пролина, вот это именно кислота, казалось бы, да, но вот то, что структурка, то, что она вот такая, вот этот цикл, она довольно стабильная, и во всяком случае обсуждается целый набор функций пролина, то есть это и осморегулятор, это и контроль экспрессии генов, да, ну вот тут можно просто почитать, то есть это и источник углерода, то есть в какой-то степени, когда нужен дефицит, и опять же энергии нужно давать, да, это и как поштатный компонент, да, и это компонент антистрессовых белков, то есть на самом деле действительно, причем это не голословно, это довольно много работы, говорит о том, что пролина действительно такая довольно унифицированная защитная молекула, которая может участвовать в очень разных механизмах вот такой протекторной стресс-реакции. Вот сейчас довольно серьезно, и вот здесь как раз эта работа нашего института физиологии растений обсуждается как работа кадаверина, то есть это может быть и сигнальная молекула, но оказывается очень серьезная работа при целевом эстматическом стрессе, да, но вот сейчас мы к этому придем, что очень часто при вот этот стресс-реакции работают активные формы кислорода, и как плюс, и как минус, об этом сейчас будем говорить, вот, и вот как раз вот этот кадаверин, это субстрат для образования перекиси водорода, он стимулирует экспрессию супероксида дисмутазу, и опять же он защита ДНК, так же как и вот бетаины, вот так что тоже это мультифункциональная молекула, вот каким образом он функционирует и работает, так что вот это еще одна низкомолекулярно-протекорное соединение. Ну и вот я уже сказал, что колоссальную роль это целые блоки таких работ, это все-таки вот окислительный метаболизм, то есть во время стрессовой реакции очень большую роль играет окислительный метаболизм и оксидантные ферменты, вот которые тут будет просто такая вспышка. Значит, что происходит? Ну, во-первых, очень, практически все виды стресса, засуха, солевой, высокие, низкие температуры, вот будут вызывать синтез низкомолекулярных веществ, это полин, но, помимо всего, они будут продуцировать активные формы кислорода, практически все стрессы их вызывают. Хорошо это или плохо? Ну вот, мы уже об этом немножко говорили, когда говорили про дыхание, что это вот та исходно, наверное, это было плохо, потому что исходно кислород, когда вот появился процесс оксигенного фотосинтеза, мы об этом много говорили, когда работали, когда обсуждали фотосинтез, это был очень сильный яд. Но потом организмы, прежде всего, опять же, растения, смогли, вот этот, это высший пилотаж, да, любой стратегии существования, это когда зло превратить во благо. И вот оказалось, что кислород стал субстратом для дыхания, это получился вот этот баланс такой, который до сих пор поддерживается, иначе было все под... Но при этом очень многие процессы связаны с формированием активной формы кислорода. Это иперкись водорода, супероксид анион, супергидроксил радикал, т.д. и т.п. Так вот, опять же, хорошо это или плохо? С одной стороны, это плохо, потому что это очень сильно токсично. Но с другой стороны, в общем-то, оказалось, что эти токсичные вещества в ряде случаев, чаще всего это, кстати, связано будет с патогенными стрессами, с биогенными стрессами, но и во многих случаях это тоже можно превратить во благо, во всяком случае, перекись водорода, это у нас, сигнальные молекулы, мы об этом тоже с вами говорили, но это все должно находиться под очень жестким контролем. И в любой, в любом организме, будь то растительная клетка, вот организация активных форм кислорода, их концентрация, формирование и развал, это очень жесткий система, жесткий систем контроля, то есть надо пройти по лезвию бритвы, так скажем. И вот целые наборы, особенно когда вот при таких стрессах возникает, это действительно индуцируется очень приличное количество активных форм кислорода, чрезвычайно важна система их регулирования, супероксид дисмутаза, значит, пироксидаза, соответственно, каталаза, вот, и вот эти вещи тоже являются обязательными компонентами стресс-реакции, то есть формирование активных форм кислорода как результат стресса, но и тут же появляется система их четкого регулирования, и при необходимости при патогеназе, наоборот, будет окислительный взрыв, о котором мы потом поговорим попозже. Ну и вот это, пожалуй, те общие реакции, которые являются стресс-реакцией, это минуты, часы в реальном случае. А дальше уже начинается, хотя начинается, начинается, но все-таки вот про левобелки я с вами говорил, это вот те соединения, которые, ну, чуть-чуть я поподробнее что они делают, связанные ионоши, перону, бипетинопротеазы, это все связано уже с водным дефицитом, то есть дальше начинается специализированная адаптация. И специализированная адаптация, как я уже сказал, она специфична для каждого вида стресса. Если у нас будет водный стресс, то это вот левобелки, вот я уже почему сейчас так немножечко вернулся назад, то есть левобелки являются и элементами стресс-реакции, но они плавно перетекают в стресс-адаптацию, но некоторые функции у них будут там, а основные появляются на специализированной адаптации. Значит, что они будут делать? Ну, вот мы о них уже немножко поговорили, это уже более конкретные варианты. Самое главное, они будут повышать водоудерженность способности цитозоля. Они будут, поскольку они содержат довольно большое количество заряженных аминокислот, то это будет одна из основных их функций уже в специализированной адаптации. Вот это шапероны предохраняют белки от повреждения при деградации клетки. Значит, все-таки это перетекающая стресс-реакция, но в данном случае и как специализированная адаптация тоже работает. Они имеют гидрофобную область, будут связывать ионы в цитозоле, насколько это нужно для разных вариантов важно, но и главное, что они могут, не главная, а еще одна важная функция, замещать воду в перемембранные области и поддерживать структуру мембраны. Мембраны это очень важно. Ну вот это уже левобелки, которые будут работать при водном стрессе. Затем конечно очень важно для специализированной то есть будет если во время стресс-реакции выясняем, что это водный дефицит, то тогда будет активация синтеза аквапаринов, причем как плазмолемных, так и тонопластных, и они будут правильным образом перераспределяться или наоборот они будут выключаться их синтез для того, чтобы закрыть то есть в общем я бы так сказал регулирование аквапаринов. И помимо дальше специализированной адаптации действительно будет синтез самых разных понижение водного потенциала это одно из существенных моментов. Это на уровне клетки. На уровне организма тоже могут быть самые разные изменения, то есть тут важно, что специализированная реакция это уже системный ответ на уровне клетки, ткани, органов. Ну и вот одна из вариантов водного дефицита это устойчивость к засолению, то есть вы помним, засоление, хотя соль это само по себе самое сложное, это безусловно и по реакции, и по механизмам это устойчивость к соли. И кстати сейчас это очень сильно распространяется, поскольку ну знаете солончаки, засоление почв, вот если к водному дефициту все-таки ну может быть я тут достаточно буду не так сказать буду говорить с свою точку зрения, все-таки вот на уровне клетки пожалуй это очень важный момент, основная система механизм на уровне клетки, именно вот к временному водному дефициту, засуха, когда, то вот к засолению очень системы устойчивые распределены по всей организации растений, то есть здесь будет организменная система, например, вы видели, что выведение соли, соли, вот как вот здесь, вот это другой галафит, который, видите, соль буквально лежит на листе, а это уже другой, это галафит из соленого озера Эльтон, это такой вот, видите, совсем уж морфология, так вот, здесь работают и организменные уровни, здесь работает и клеточный уровень, вот в данном случае на клеточном уровне, пожалуй, самое главное, это выведение солей, причем здесь тоже могут разные стратегии, может быть, стратегии, это тоже потом, наверное, поговорим, нужно на следующий лекции, избегание или, наоборот, решение проблем, так вот, здесь это то же самое и относится на уровне клетки, то есть мы можем просто не пускать соль внутрь клетки, а можем активно выбрасывать соль из клетки, и вот в данном случае есть и при такой стрессовой адаптации уже появляется целый набор транспортеров, которые, ион транспорта белки, которые, например, ну чаще всего вы знаете, что засоление это все-таки натрий, не будем говорить про солевые, то что используется у нас в антигололедной компании, там все может, а вообще-то к счастью это натрий, так вот, появляются специальные транспортеры, они уже клонированы, многие из них, которые могут быть унипортерами, могут быть натриевоатефазы, так что вообще-то я говорил, что ответ на двойку по физиологии растений, если говорить, что у нас есть калий-натриевоатефазы, на самом деле для галафитов они есть, то есть натрий вполне выводится из клетки, самыми разными, еще раз говорю, клонированные для разных организмов, и вот это одна из основных таких клеточных на уровне клетки стрессоадаптаций, акклимаций, которые позволяют бороться с засолением, но еще раз повторю, что устойчивость к соли это, пожалуй, одна из наиболее сложных систем, которая работает на всех уровнях от клетки до организма, и к нему очень сложно получить, да, значит, ну и вот в результате вот здесь мы еще раз переходим к стрессовым реакциям, и они специфичны для каждого из факторов, вот мы сейчас с вами чуть-чуть поговорили о водном дефиците, об устойчивости к солям, например, очень важно устойчивость к очень высоким уровням, к очень высоким уровням освещения, но тут мы уже сами все знаем, помните, если вспомним нашу лекцию о механизме защиты фотосистем, то целая иерархия, да, это кардинированная работа фотосистемы 1, фотосистемы 2, которая регулируется подвижными антеннами, это каротиноиды, которые являются виолоксантиновым циклом и делают из антенн делают, наоборот, сброс, да, это и система жертвенной функции каротиноидов, помните, когда они работают БЛОК-Д1, то есть вот эта вся система, это очень мощная система, вспомните, если хотите, на следующей лекции покажу вам этот слайд еще раз, вспомните, как защищается фотосинктический аппарат от высоких интенсивных света. Ну и одна из очень серьезных вариантов, это, конечно, система устойчивости к низким температурам. Вот здесь мне повезло в какой-то степени, у нас в институте работают очень мощные лаборатории по холодоустойчивости, и вот, в частности, на очень серьезном уровне, и вот эта презентация просто позаимствовала, как раз у нас останется с вами замечательно, 10 минуток, чуть больше, значит, вот о том, каким образом растения, вот это один из примеров, остальные мы так пробежались, ну, практически устойчивость к каждому из факторов, это, ну, если не целый курс лекций, но одна лекция, это уж точно. И вот здесь чуть поподробнее по механизму холодоустойчивости. Вот, это такой, ну, он у нас такой, это Дмитрий Анатольевич Лосин, он такой человек, правильно вообще-то делает, вот, мартышка всегда думает, как же выживают белые медведи, да, при, так сказать, вот таких вот низких температурах. Так вот, оказывается, что в данном случае, вот уже специализированная адаптация, когда клетка, когда растение или организм выяснил, что да, это низкие температуры, причем положительные либо отрицательные, то есть ниже нуля, то что необходимо в этом случае, вот, чисто логически, то есть, ну, во-первых, нельзя допустить образования льда, самое важное, предохранить мембраны, ну, и обеспечить нормальное функционирование. А вот вы уже хорошо, наверное, знаете, о том, что мембраны, это такая, в оптимальной температуре, такое текучее, полутекучее состояние, вот при низких температурах они становятся жесткими, и это смерти подобно, потому что вы знаете, что в мембранах сидят очень много белков, других компонентов, и они должны быть достаточно подвижны, и вот, когда они становятся такие нетекучими, то эта клетка обречена на гибель. Высокая температура, наоборот, она становится слишком жидкой, и тоже, то есть должна быть оптимальная температура. Чем это решается? Вот эти фазы перехода, гель или жидкокристаллическая, вот фаза, собственно, определяется функционально. Вот тут очень важно, мы об этом с вами говорили, это количество ненасыщенных жирных кислот в мембране. И вот их, это количество двойных связей регулирует десутуразы жирных кислот. Причем они двойные связи могут вводить специфично, мы об этом поговорим, и вот они абсолютно специфичны, как к месту десутурации, то есть дельта-9, дельта-12, омега-3, по отношению к длине жирных кислот, то есть это очень специфичные ферменты. Значит, ну вот, что он, собственно, делает? Вот это, например, это насыщенная жирная кислота, это мононенасыщенная, обычно, тут есть ацилпереносящий белок, вот десутуразы имеют феридоксин с железом, НАТФАЖ, который является источником электрончиков, и вот получается у вас двойная связь. Значит, соответственно, опять же, дельта-9, дельта-12, 18-3, и, наконец, вот с четырьмя это уже бывает реже. Что это позволяет? Это позволяет, приводит к тому, что вот заворачивается вот этот хвостик, и чем больше этот хвостик завернулся, тем более жидкая, так сказать, мембрана у нас получается. Как всегда, начинали работать с анобактерии, там очень хорошо были известны вот эти все десутуразы, они называются С1-дельта-9, ДСА-12, Б, Д и так дальше. Значит, ну и, собственно, вы видите, опять же, очень хорошо поизучать это на модельных, вот это низкотемпература индукции гена десутураз, и вы увидите, что если у нас 34 градусов Цельсия, ДСА, то есть дельта-9, ДСД, это дельта-12, они фактически а когда 22 градуса Цельсия, то они, вот их синтез, и это и Нозерном, и Вестерном показано, что все очень активно происходит. Что интересно, вот это для цианобактерий, вот это было новенькое, причем, действительно, это докторская диссертация была, что оказывается, что всегда считалось, что вот это, если снижается температура для высших растений, да, то эти десатурации происходят, допустим, где-то в местах синтеза жирных кислот, а там пластида чаще всего бывает, а потом транспортируется и встраивается, только ничего подобного. Оказывается, что в эндоплазматическом ретикулуме не повышается, нигде там, в других областях, только в мембране. Только в цитоплазматическом мембране появляется вот этот вот, то есть фактически при снижении температуры, вот это было показано и на антителах, значит, вот с вечерным золотом, то оказывается, что именно на мембранках, именно чаще всего на плазмолемной мембранке происходит десатурация ин-ситу прямо на месте и восстанавливается вот эта вот жидкокристаллическая структура, правильная, значит, вот при низких температурах. Ну вот, это показана их роль мутации по генам Десатурас. Вот видите, что это дикий тип, а это мутант по Деса, и вы видите, что вот здесь рост при уже температурах ниже там, даже 30 градусов, он существенно ниже, чем у дикого типа. И вот это вот ростовые показатели. Вот это дикий тип, вы видите, 35 супер растет, здесь точно так же, это мутант. При 25 градусах Цельсия это нормально растет, а этот уже практически не растет. Как еще раз доказать функцию? Просто тут вот такая очень красивая работа, которую быстренько сейчас пройдемся, это, конечно, как иллюстрация. Значит, так вот, то был синекоцистис этот самый бактерий, это синекоококус. И вот у него вот здесь как раз, вот видите, в основном 18,1. А вот когда сюда добавили бутант, ввели Десатуразу и синекоцистиса, видите, насколько увеличилось 18,2. И вы видите, насколько вот этот в диком типе синекоококус уже не растет при 25 градусах Цельсия, а если туда ввести ген Десатураза и синекоцистис, он замечательно растет. То есть это очень корректное доказательство, что в данном случае устойчивость к низким температурам, относительно низким, обеспечивается буквально одним геном. Но это у нас цена бактерии. Кстати, очень интересно, а где же сайт восприятия сигнала? Так вот, оказывается, что все это мембраны, но это отдельная работа, что там, видимо, вот эта сама жесткость мембран, видимо, работает, там сейчас это показано, система транспорта, какой-то транспортер, который и переносчик иона, который вот при жесткости является сигналом, вот отсутствие транспорта иона, сигналом для дальнейших вещей. Ну и, наконец, вот получается, вот специализированная адаптация к низким температурам. Снижение температуры, уменьшение текучести мембран, восприятие с сенсором, вот тот самый, который находится в мембране, передача сигналов, индукция генов Десатураз, синтез Десатураз-Денова, Десатурация липида, восстановление текучести и восстановление физиологической активности. То есть не такая простая схема, вот это надо было обычно необходимо выяснить во время стресс-реакции. И не только выяснить, но и запустить вот это все. Ну и насколько это, в общем-то, работает с растениями, вот это еще одна такая красивая иллюстрация, каким образом генная инженерия может с одной стороны доказать, что действительно вот для стресс-акклимации для высших растений важна именно вот одна из важнейших моментов это вот текучесть мембран и Десатурация, а с другой стороны это, в общем-то, и выход на получение таких устойчивых растений. Ну это уже у растений, я вам показывал, что есть на синяк, у цинобактерий, фактически та же самая система. Вот С16, С18, первая двойная связь Дельта-9, вторая связь, здесь то же самое, первая, вторая, третья. То есть тут Дельта-4 обычно не происходит четвертая двойная связь. Ну и здесь я прошлое, когда мы заканчивали про клетку, я вам говорил, что у растений существует несколько вариантов десатурации жирных кислот и синтез, то есть есть социл передосящим белком, есть растворимая, есть мембрана связанная, и вообще для растений характерно обмен жирных кислот пластидный и цитозольный. Если посмотрите нашу прошлогоднюю лекцию, к этому вернется. Так вот, что получается? Вот можно просто-напросто взять Дельта-9 десатурации и цена бактерий, сделать конструкцию и ввести это в растение, посмотреть, а что же будет. Ну и вот, кстати, у нас была одна аспиранка, которая работала у нас в отделе, поскольку и вместе с Дмитрием Анатольевичем, и вот получается следующее. Вот если ввести трансгены, то вот это контроль содержания жирных кислот, а вот это десатураза С, трансген под десатураза С. Вы видите, в два-три раза возрастает жирная кислота с двумя и с тремя двойными связями. К чему это приводит? Вот это корневая система контроль ДСЦ при снижении температуры. То же самое, 0 градусов Цельсия плюс сильный свет, лист вот такой, ДСЦ. Ну, как это, низкие температуры, самая большая еще проблема – это фотосинтез, да, поскольку при низких температурах интенсивность фотосинтеза повреждающая. Ну, в общем, видите, что листочек совершенно нормальный, да. Вот так низкие температуры, нарос, это мы работали с культурой клеток, но эти контроли и ДСЦ, ну, в общем-то, разница достаточно очевидна. То есть здесь видно, что только введение гена одной ДСЦ-туразы, Дельта-9, ну, вот это, опять же, ДСЦ, и это низкие положительные температуры, вот, видите, разница довольно существенная. Семена прорастают лучше, это прорастание при 10 градусах Цельсия контроль и ДСЦ, ну, и, наконец, индекс повреждения растений при низких температурах. Вот это уже даже минус 5 Цельсия, правда, безо льда, это со льдом. И вы видите, что контроли, значит, повреждения, вот, 80%, 45%, это повреждения, то у ДСЦ, в общем-то, повреждения, ну, если не на порядок, то, ну, по крайней мере, в разы меньше. Значит, аналогично сделали с картофелем, но не только Дельта-9, ДСЦ-туразы, но и Дельта-12, ДСЦ-туразы, да, вот эти вот, опять же, трансформации у нас в отделе, мы сделали, вот, и опять же, как влияет, вот это у нас Дельта-9, так, 18-3 увеличивается, значит, существенно в разы, так, а это вот Дельта-12, Дельта-12 увеличение больше. Ну, и опять же, те же самые, индекс повреждения листьев, да, в норме, и при 9 градусах Цельсия, то есть здесь контроль, это ДСЦ, это при нормальных температурах, это при 9 градусах Цельсия, видите, что здесь практически не повреждаются. Это образование супероксида неона, а вот это очень существенный момент, помните, я вам говорил, то, что активная форма кислорода, это вот тот самый, почти постоянный повреждающий фактор. И вы видите, что вот здесь и супероксида неон, при, ну, тут уже незначительный, конечно, но все равно это лучше, чем у, то есть вот здесь это Дельта-9, это Дельта-12, вот это дикий тип, это гораздо увеличивается супероксида неон у контроля, здесь он практически не меняется. Ну, тут чуть повышается, Дельта-9 лучше оказалось, да, перекись водорода здесь в два раза повышается, здесь перекись водорода практически не повышается, причем, как Дельта-9, так и Дельта-12 работает. То есть, фактически, и первая, и вторая двойная связь уже само по себе, так сказать, в общем-то, к этому выходит. Ну, наконец, то, что действительно это универсированная вещь, активность сот существенно тут повышается, то есть здесь больше активной формы кислорода должна повышаться сот, здесь это не работает. И, а вот это очень важный момент, скоро образование радикальной формы кислорода, вот здесь при холоде в контроле он сильно повышается, то есть получается, что вот здесь вот этот механизм изменения текучести мембран, он приводит очень, почему я это вам показываю, не просто к изменению, так сказать, но к очень широкому варианту и влияет не только на вот мембраны, но и на окислительный стресс, ну и понятно почему, да, вот, ну и в общем результате вот получается вот такая вот система, что вот эти десатуразы, которые экспрессируются, вот трансгена фактически, они предотвращают повышенную генерацию форм кислорода, то есть говорит, что при этом это тоже мощный фактор активной формы кислорода, и каскадно развитие токсидительного стресса, а также защищает сами мембраны от переконсистенной липиды и, значит, соответственно, ну и вот как выглядит растенница после 60 минут низкой температуры, это контроль, это ДЭСА, так что вот таким образом, вот таким образом происходит уже специализированная адаптация, только один пример низкой температуры, увидите, что вот десатурация, это один из компонентов, но он, в общем-то, чрезвычайно мощный. Ну вот, на этом, наверное, сегодня все. А водоношение не влияет? Нет, нет, даже лучше. Это мы давайте... Если нормальный фотосинтез при низкой температуре, то есть это проверялось, мы с ней картофельного хозяйства тоже работали. Другое дело, что все-таки трансген особенно, ну сейчас не есть хорошо, то есть я все-таки не отношусь, все-таки я рассматриваю вот эти работы не как получение суперустойчивого картофеля, а как иллюстрации. Хотя, в принципе, если доказать их безопасность, это очень хороший вариант. На плодоношение не влияло. Так, хорошо. Все, до следующего раза. Субтитры создавал DimaTorzok